Доброе утро с новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о новой возможности оценить работу врачей и больниц. Стипендии в 20 тысяч рублей для некоторых студентов региона и необычном судебном процессе в Доволенском районе. Минздрав предлагает россиянам оценить доступность и качество здравоохранения. Граждане могут оставить информацию о любой больнице или поликлинике, в которую они обращались. Прежде всего, необходимо узнать полное название учреждения и указать, в каком регионе оно находится. Нужно вспомнить, когда именно человек приходил за помощью специалистов и по какой причине. Каждый может рассказать, насколько быстро удалось записаться к врачу, как долго пришлось ждать своей очереди, состоялся ли прием в назначенное время. Пациентов спрашивают, довольны ли они условиями пребывания в медучреждении, его санитарным состоянием и больничным питанием, а также наличием лекарств. Предлагается оценить доброжелательность, вежливость и компетентность медперсонала. Пациенты могут сообщить, если их не устраивает качество работы своего терапевта или узких специалистов. Кстати, с 1 апреля по 31 декабря этого года выразить свое мнение о работе медицинской организации можно будет и через личный кабинет пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг. 18 студентов из Новосибирска теперь будут получать Потанинскую стипендию – 20 тысяч рублей ежемесячно. Деньги будут перечислять на протяжении всего обучения в магистратуре. Напомню, благотворительный фонд Владимира Потанина был создан предпринимателем в 1999 году. За это время стипендии и гранты получили более 26 тысяч студентов и более 2 тысяч преподавателей из 83 вузов России. Объем рынка гостиничных услуг в Новосибирске вырос более чем на треть и превысил 2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на аналитиков. Число гостиниц в Новосибирске на 1 января 2018 года составило порядка 200. Их совокупный номерной фонд – около 5,5 тысяч номеров. Наибольшее количество таких предприятий находится в Октябрьском районе. По уровню обслуживания больше всего гостиниц в Новосибирске относятся к классу «3 звезды». Средняя стоимость проживания в сутки с человека составляет 1400 рублей. На фитосанитарном посту в Карасуке специалисты задержали овощи и цветы, которые везли из Казахстана в наш регион. Партии товара оказались без документов. Как сообщили сотрудники областного управления Россельхознадзора, во время проверки выяснилось, что на упаковках с цветами отсутствует маркировка, а на огурцы и лук общим весом больше 70 тонн у перевозчиков недействительные сертификаты. Все партии отправили обратно в Казахстан. Лишить родительских прав или все-таки доверить воспитанию отцу, решал Доволенский районный суд. Однако вели процесс непрофессиональные юристы. Кто стал главными участниками судебного заседания, расскажут мои коллеги. Судья, прокурор, представители государственной власти, истец, ответчик и другие участники судебного процесса – обычные школьники. Как и полагается в зале суда – тишина. Слушается дело о лишении родительских прав. У Агаты непростая роль. Сегодня она судья. Несмотря на волнение, считает, что все у нее получилось. Прошло все вполне хорошо. Некоторые, конечно, бывало, путалось в словах, но так все отлично прошло. Лекции, семинары, открытые уроки со старшеклассниками, посещение суда с экскурсиями – все это уже стало нормой для районного суда. Одним из направлений деятельности Доволенского районного суда является работа по правовому воспитанию несовершеннолетних. При этом главными задачами, которые мы ставим перед собой, является повышение правовой культуры и юридической грамотности молодежи, а также привлечение интересов школьников к юридической профессии, в том числе к профессии судьи. Судебный процесс спорный игры впервые в практике как служителей закона, так и школьников. А ребята, которым сегодня не достались роли участников суда, с интересом наблюдали за игрой товарищей. Ну, на самом деле мне все очень понравилось, и я сама хотела бы побыть на их месте, посмотреть, каково было им, как все это проходило, как они готовились к этому. Первый игровой процесс для ребят стал познавательным и дал живое представление о работе судей. Возможно, кто-то из школьников после этого выберет юридическую профессию. Светлана Бореева, Геннадий Устяжанин. Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о повышении зарплат бюджетникам, подготовке к тотальному диктанту в регионе и изменениях в авиации. Кабмин выделил регионам 20 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ опубликован на сайте правительства. Напомню, средства на повышение зарплат направлены в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая. После этой даты МРОД составит 11 163 рубля. Минтранс вернет обязательный контроль качества топлива. В ведомстве планируют прописать процедуру проверки керосина в новых правилах обслуживания самолетов в аэропортах. Ориентиром послужат требования к топливообеспечению Международной организации гражданской авиации. Напомню, после корректировки Воздушного кодекса три года назад, когда для стимулирования развития воздушных гаваней отменили сертификацию аэропортов, ушла в прошлое и сертификация авиакеросина. В воздушных гаванях перестали контролировать заправку самолета и содержать у себя обязательную лабораторию, специалисты которой следили за составом топлива. Подготовка к тотальному диктанту. В регионе дан старт бесплатных онлайн-курсов по подготовке к всероссийской акции по проверке грамотности. Заниматься можно каждую среду в три часа дня и семь вечера по московскому времени на официальном сайте проекта. В рамках подготовительных курсов у участников есть возможность повторить правила, которые пригодятся при написании диктанта, и удаленно задать уточняющие вопросы представителям экспертного совета акции. В Новосибирске курсы ведет Елена Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языка знания НГУ. Напомню, тотальный диктант в этом году пройдет 14 апреля. В Северном выбрали президента школы. В учебном заведении существует республика со своими законами и первым лицом государства. О важном событии в истории школьного самоуправления и результатах голосования расскажут мои коллеги. Вопросы в своем фамилии ставьте, распределите талончик и протерите в кабинке. Здесь все как у взрослых. Списки избирателей, бюллетени, кабинки для голосования и урны опечатаны. Голосовать, правда, приходится только на переменах. Учебный процесс не должны нарушать даже выборы президента школы. Нужно, чтобы он был лидером, был ответственным, проявлял инициативу, чтобы народ за ним тянулся. Четверо кандидатов. У каждого своя программа. Агитационные буклеты, встречи с избирателями. А это ученики и учителя. Я считаю, что сейчас педагогам сложно организовывать какие-то соревнования, какие-то кружки. Поэтому я считаю, что им нужно помогать. Я бы создал клуб информатических технологий, сделал кружок программирования. Потому что сейчас молодежи выгодно развиваться, идти в ногу со временем. Действующий президент школы Сергей Иванов в этом году вынужден сложить полномочия. Он выпускник. Говорит, руководить Школьной Республикой нетрудно. Главное знать, что происходит на вверенной ему территории. Кардинально, конечно же, не менее что-то сложное сразу. Но небольшие успехи, конечно же, есть. В принципе, это весело, интересно. Главное, чтобы было желание, много-много идей. И все получится. Идей у претендентов много. Организовать конкурс на лучший класс, помочь тимуровцам и местным спортсменам. Выбор непростой. Ребята у нас очень активные. И они активно участвуют в школьной жизни. Не только хорошо учатся, хорошие успеваем, но и активно участвуют в воспитательной работе в школе. Это подготовка мероприятий, подготовка акций по различной тематике, участие в районах и в областных мероприятиях. В 15.00 голосование завершается. Избирательный участок закрыт. Члены комиссии приступили к подсчету голосов и обработке результатов голосования. С наибольшим количеством в 79 голосов победу одерживает Алина Астанина, ученица 9 класса. Нужно взаимопонимание и доверие между президентом и учащимся. Только тогда мы сможем как-то развить школу, скрасить наши серые тяжелые будни. Только тогда. Я хочу донести, что я всегда буду открыта для общения, для каких-то предложений, для любой критики, чтобы они не боялись высказывать свои интересы, желания. Если мы будем работать вместе, тогда и будет какой-то действительно результат. Выборы состоялись. Новому президенту школы теперь предстоит определить, кто будет работать в его команде. Однозначно можно сказать, это будут самые инициативные и творческие ребята, как сама Алина. Елена Кинт, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. Грачи прилетели. Первых весенних птиц заметили в регионе. Пернаты обустраивали гнезда в лесополосе около станции Клещиха. Как объясняют орнитологи, грачи прилетают с юга небольшими группами, иногда и поодиночке. Питаться перелетным пока особо нечем. Снежный покров на большей части территории плотно скрывает землю и добраться до насекомых трудно. А основной рацион птиц – жуки и гусеницы. Именно поэтому грачи так полезны в период посевной. Они избавляют почву от вредителей, истребляют не только насекомых, но и мелких грызунов. Добавлю, что если весна в ближайшее время окончательно вступит в свои права, следом за грачами в Новосибирскую область потянутся скворцы, серебристые чайки, затем коршуны и ласточки. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о льготных кредитах на покупку деревянных домов, спасении рыбы около Новосибирска и новом способе оплаты налогов. Глава региона сегодня работает в Купинском районе, на юго-западе области. Андрей Травников примет участие в торжественной церемонии открытия спортивного комплекса с универсальным игровым залом с телескопическими сборными трибунами на 168 мест. Также запланировано посещение рыболовецкого предприятия и молочного комбината. Подробности мои коллеги расскажут в итоговом выпуске новостей в 20.30. Россияне получат льготные кредиты на покупку деревянных домов. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Как пояснил глава правительства, речь идет о приобретении типовых домов заводского изготовления. Взнос заемщика должен составлять не менее 20% от стоимости. Максимальная сумма льготного кредита – 3,5 миллиона рублей. Как пояснили власти, такое решение будет стимулировать не только покупку жилья из натуральных материалов, но и в целом развивать деревянное домостроение. Рыба выживет. Под лед на шлюзовом канале в Новосибирске запустили воздух. Кислород подают с помощью специального трубопровода. Напомню, зоозащитники проводили акцию по спасению карасей и платвы перед Новым годом. Тогда их просто вылавливали бочками, вывозили в акваторию Аби вниз по течению. Из-за ремонтных работ по укреплению берега канал пересох, уровень воды резко упал и рыба стала задыхаться. А по закону рыбалка возле гидросооружений запрещена, и волонтеры просто сверлили лунки, чтобы поступал воздух. Теперь его нагнетают компрессором. Так будет до момента вскрытия льда. Налоги теперь можно оплатить по телефону. Для этого необходимо установить приложение. Скачать его можно для телефонов, работающих на системах Android и iOS. Войти в сервис можно как при помощи пароля от личного кабинета налогоплательщика, так и от ресурса госуслуги. Получить доступ к сервису можно и обратившись с заявлением в любую инспекцию и предъявив документ, удостоверяющий личность. Логин и пароль выдадут в течение 15 минут. Через личный кабинет можно отправлять заявления, налоговые декларации, получать расчеты по сборам, выписке и справке, а также подготавливать и правильно оформлять платежные документы и проводить транзакции. Праздник – начало года по астрономическому календарю. Навруз отмечают в эти дни в Казахстане, Узбекистане, Татарстане и других российских регионах. О том, как чтут древние традиции в многонациональной Новосибирской области, расскажет Екатерина Широкова. Звуки дамбры сопровождают любой праздник в предгорьях Тиньшаня. Так гости из Киргизии начали отмечать Новый год по астрономическому солнечному календарю. Традиционно поставили юрту, оформили выставку рукоделия и архивных фотографий об истории своего народа. Данные мероприятия очень поддерживают, непосредственно, может быть, корпоративный дух наш вдалеке от дома. Мы себя чувствуем все равно очень уютно здесь. Новосибирские люди очень гостеприимные, отзывчивые, так что мы себя здесь практически чувствуем как дома. У иранских и тюркских народов название этого праздника звучит по-разному. Наурез, Навруз, Науроз. Но смысл один. Праздник языческий связан с природными явлениями, приходом весны. В эти дни принято желать друг другу всех благ и загадывать желание приготовки национального блюда «Сумаляк». Индригенты тоже очень интересные. Это 41 камень туда ложится, потом орехи ложатся, пшеница проросшая. Это все говорит о том, что каждый... 41 камень – это, например, человек, что был на земле крепким, как камень. Орех – это крепкое здоровье. По словам организаторов, на их родине это один из главных праздников. С национальными играми, состязаниями на стадионах собираются тысячи людей. В чужой стране донести кусочек своей культуры до молодежи и вспомнить обычаи предков – волнительное событие. Основной задачей сегодняшнего мероприятия было ознакомление культурой кочевых народов. Как вы знаете, кыргызский народ является кочевым народом, он является основоположником. То есть артерия культурного наследия, шелкового пути, проходит именно через Кыргызстан. Когда возник праздник, до сих пор точно неизвестно. По одним источникам, Наврузу около пяти тысяч лет. Другие говорят, что он появился во втором тысячелетии до нашей эры. Но по словам организаторов, это не важно. Главное, что традиции народа и предков сохранены до сих пор. Екатерина Широкова, Андрей Дулепов, Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. С новостями на канале ОТС. Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете о выплатах женам военных, изменениях в диспансеризации и новых стандартах в школьной литературе. Министерство обороны будет выплачивать пособия безработным женам офицеров и солдат-контрактников. Речь идет о тех, кто проживает с супругами в отдаленных гарнизонах Сибири, Заполяре и на Дальнем Востоке, не имея возможности трудоустроиться по профессии. На выплаты также смогут рассчитывать женщины, ухаживающие за больными детьми. Сумма пособия равна минимальному размеру оплаты труда. Сейчас документ согласовывают в силовых ведомствах. Власти Новосибирска сегодня проверят, как убирают дворы жилых домов. Специалисты не только дадут оценку качества очистки крыш от снега и наледи, но и состоянию дорог. Напомню ранее, региональная МЧС сообщила, что в городе наблюдается сильная гололедица. Пешеходов спасатели просят носить нескользящую обувь, а водителям рекомендуют продолжать использовать в межсезонье зимнюю резину. Качковский аграрий готовится к весеннеполевым работам. Практически все сельхозпредприятия и фермерские хозяйства приступили к ремонту техники. Подробности в сюжете наших районных коллег. Виталий Иванов, токарь решетовского хозяйства, принимает заявки. Кому-то нужна гайка, кому-то винт. Говорит, изготовить сможет практически любую деталь, будь то отечественная или импортная техника. Штуцера, переходники, реставрация шкивов, наклоны, ступицы реставрируем. Ну, все, что можно брать. Что возможно. Что возможно, делают сами. Остальные запчасти, в основном для импортной техники, приходится покупать. Сейчас ремонтируют тракторы МТЗ. На днях приступят к ремонту тяжеловесов К-700. Взяли кредит. Будет улучшение с финансированием. И пойдет ремонт полным ходом. Сельхозинвентарь требует ремонта у нас. Комплексы посевные требуются. Но мы сейчас будем закупать. И с началом тепла будем ремонтировать непосредственно на машинном дворе. Решетовское хозяйство одно из самых развивающихся в Качковском районе. Но даже им в этом году приходится нелегко. Финансовые трудности аграрии терпят из-за снижения цены на зерно. Многие, пытаясь угадать спрос на рынке, вводят новые культуры. В прошлом году добавили две культуры. Чечевицу и Гречиху. И в этом году продолжаем. Будем смотреть, что в этом году покажет. А площади такие же ли будете расширять? Гречиху будем уменьшать ненамного. А Чечевицу будем... В прошлом году было 124 гектара. В этом году 375. Будем увеличивать Чечевицу. Основную площадь, более 13 тысяч гектаров, в решетах засеют традиционной культурой пшеницей. Остальную пашню, а это еще 7 тысяч гектаров, займет овес, ячмень, горох и кукуруза. Семена уже прошли проверку и показали стопроцентную кондиционность. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Россияне смогут проходить диспансеризацию каждый год. Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров. Сейчас каждый пациент имеет право на бесплатное комплексное обследование раз в три года. Активная диагностика позволит выявлять болезни на ранних стадиях и проводить профилактику рисков. Это поможет увеличить продолжительность жизни и снизить затраты на лечение хронических больных, считают эксперты. Несколько сотен учителей и преподавателей вузов подписали открытое письмо против введения новых стандартов по литературе. Их планирует принять Министерство образования. В документе прописано, что школьники должны прочитать 235 произведений за 5 лет. Эксперты считают, что учащиеся не смогут полноценно освоить весь материал. Придется изучать его формально и поверхностно. Также преподаватели обеспокоены тем, что из новой программы исключена современная литература и популярные произведения для подростков. Профессионалы и любители рифмованных строк сегодня соберутся на городской поэтический турнир, предназначено на слэм. В театральном зале областной научной библиотеки состязаться будут в честь Всемирного дня поэзии. Причем принять участие в турнире может любой желающий. Для этого нужно прочитать собственные стихи, одно или несколько. На каждое выступление участникам отводится не больше трех минут. Оценивать строки будет не жюри, а публика в зале методом открытого голосования. Турнир проходит в два этапа. В следующий тур попадут восемь поэтов, набравших максимальное количество голосов. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok